Продолжение следует... Летняя дымка спала. Начинаются вот эти осенние такие чистые дни. Парк Победы. Здесь кафешки, фотографии. На здании напротив входа в Парк Победы еще сохранилась надпись советского времени. Слава советскому народу, народу-победителю. Но она уже как-то подзаросла деревьями. Ее уже вот... Видны только части надписи. Времена меняются, но надпись осталась еще. Кто ее не убирает. Едем в Гундары. Погода сегодня отличная. Лето продолжается. Ну, это уже такие, может, недели еще. Максимум две. И потом наступит осень. Золотая осень, я надеюсь. Сначала наступит еще. Видим, почувствуем. Ну, а пока вот. Лето продолжается. Классно. Парк семьи Ивашевых. Ивашевский парк. Информация краткая. Дорога. Когда-то была усадьба. Сейчас ее уже нет. Это вот схема этого парка. Воскресенский храм. Я вообще уже больше ничего не хочу. Бьют колокола. Нет, я не в рамках. Я просто не понимаю. У меня просто... Прошу. Болот вроде 2 или 3. Псота. Ну, я имею в виду вот дорожкой вот такой вот. Вот это... Остатки от былой роскоши усадьбы Ивашевых. Проложили здесь дорожку, вот замостили. До... И там поставили памятную плиту. Сейчас почитаем. Там находилась усадьба. Прудик тут имеется. Такие виды здесь. Ну, такая местность холмистая здесь. Лесистая, холмистая. Здесь на горе как раз усадьба была. Вот здесь усадьба и стояла. С видом. Только он без надписи, наверное. Ну, вот он, скорее всего, это и есть камень. Символ усадьбы. Нашли в музей. Более того, второго такого рисунка в мире не существует. В 1985 году вот эта часть получила свое коммерческое название «сингерцит». Не ищите среди минералов. Это именно коммерческое название. Более того, в районе сингелета была найдена еще одна цветовая вариация. Цвет кофе с молоком для молока больше, чем кофе. Естественно, назвали «сингерет». В настоящее время и сингерциты, и сингереты делают как бежутерно, так и используют в коммерческом искусстве. И если сингерцит образовывался в нитре конкреции, то сингерет, прежде всего, внутри вот таких образований. Перед вагин бревнышками. Правда, ему сказалось, смирен. Все органические части заменены минеральными. Итак, это у нас «Руками экспонат не трогать» называется. Вот такие здесь жили животные. Здесь было море. Это пошли уже, я так понял, аммониты. Подставлены на этих стендах. Разные формы, разные размеры. А это вот аммониты другого рода. Все это окаменелое. А я не знаю. А это у нас «Эхтиозавр». Череп. Огромное животное. Вот он. Ахтиозавр нарисован. Это его скелет. Воссозданный. А это вот прям реальный окаменелый череп. Ахтиозавра. 120 миллионов лет. Мимо. Мы приехали в Буранск, Казахстан. Пришли в музей экологи. У нас ведь визитонка платная. Ладно, сколько стоит? 2000 рублей. Это мы, естественно, не взяли. А вот это пещерный медведь. Пещерный медведь. Точнее, его челюсть. Это зубы пещерного вела. Мамонт. Бивень мамонта. Это у нас нижняя челюсть мамонта. Прикинь, да? Мамонт. Мамонт. Мамонт, да. Вот так вот. А это что, не зубки такие? Да. А, они нанеслились просто, наверное. Вот реально, 4 зуба у него. А вон же там, смотри, на них какие-то наросты, как зубки такие. Ну, типа, да, это, получается, борозды. Борозды. Это десна, а там, вон, сколько зубчиков-то было. Нет, подожди, это же отдельный зуб, вот он. Просто он такой вот, ребристый. А дальше же, вон, видишь, беленькие зубы. Мне кажется, там, как... Ну, вон, белые, вот эти вот эти. А-а-а, вон, вон, да-да-да, вижу, вижу. Как станок прям так хрустится. Ну, вот, видишь, в разрезе, вот они. Да-да. Корнем зубов. Корнем. Разрезали. Спил зубы мамонта. Зуба. Видишь, это один зуб. То есть, такое строение. Да. Следующий зал, это у нас эластмозавр. Точнее, его. Костя, позвоночник. Интересно, это настоящее? Или это... Не настоящее. Плеозавр. Конструкция скелета плеозавра из геопарка Ндури. Парказан технологический процесс. Откопки и подготовки для музея экспонатов. То есть, поиск, мониторинг. Хараскопки. Препарижение. Пропитка. И готовый экспонатов. Не просто так откопали и принизу положили. Карта. Показано, как происходило. Показано, как происходило. От жизни этого животного до его хараскопа. Интересно. Это гибель и положение к дну. Разложение ткани. Забегание на поверхности дна. Погребение и рассадка. Минерализация и размыв пород и обнаружение. Между этой картинкой и этой 120 миллионов лет. Нас интересно откопают люди через 120 миллионов лет. А это прямо в музее показано. Лаборатория. То есть, можно посмотреть, как работают научные сотрудники музея. Музея. Их рабочие места. Конечно. Да. Вот белемник. Да. Это жилеты и книги. Кальмаров. Скелетик. Ну, да. Ростры. Или хвосты. Белемниты. Ростры белемниты. В руссконародье чертовы пальцы. Аммониты. Аммониты. В разрезе. И наутилусы. Это вот прям настоящий наутилус. Который вот недавно выловлен. Красивые фракталы. Вообще. Вообще интересные. До сих пор они еще обитают. На планете Земля. А это вот наутилусы с тех времен. 120 миллионов лет. Понимаешь? 120 миллионов лет живут они на Земле. И практически не поменяются. Аммониты не выжили до сегодняшнего дня. Наутилус. Наутилус. Помпидоус. Что-то мы тут инфамон сегодня вспомнили. Да. Да. Все тут витает. Вот это вот все. Мам. Геология. Это одно из направлений чем славится ульдора. Ульдора. Тут представлены минералы. Кристаллический гипс. Кристаллический гипс. И минеральная вода. Тоже этим славится. Славится ульдора. Минеральная вода. Минерализуется вот этими породами горючий сланец, травертин, фосфорит, глина, глауканит. И это у нас симберцит. Симберцит. Это коммерческое название минерала, который образовывается миллионами лет в раковинах аммонитах. Это вот аммонит, кстати, такой здоровый. Аммонит. Да, его вот разрезали и видно. Нет, это не аммонит, это конкреция. Я трендил. Это вот шарики такие, так называемые конкреции. Пошу пардона. Вот из симберцита делают всякие разные изделия. Даже вот такое есть. Классное изделие. А это симбелит. Офис молоком. И фрагмент окменил из ствола войного дерева из отложений 20-го века. 120 миллионов лет. Дерело такое каменное. Ну и аммониты. Каменелые. Чимаш, вот здесь. Вот это такая площадь. Мини-площадь здесь. Мини-площадь. И на ней церковь. То есть... Слушай, я не знаю про нее. Воскресенская церковь. По-моему, она новая. Мини-площадь. 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 Ага. Ну что, зайдем в церковь. Посмотрим? А много источников не будем, кстати. Вот такая церковь. Анастас. спускаемся вот по такой тропинке к источнику минеральной воды начали свой маршрут подходим к источнику с минеральной водой так он выглядит здравствуйте минералка полжанка холоднющая не дай бог вот стекает в речку одно оврага ух ты здесь прям лесен кому прям классно а там есть кто-нибудь до здравствуйте вот так выглядит купель цивилизованная пластиковая минеральной водой это она не грязная а минеральная так вот это мост через через речку в овраге осторожно здесь дырки большие смотрите под ноги вот источник антонио старца антонио ундоровского здесь уже вода не минеральная нет сладкая да здесь кто хочет здесь есть женская половина можно окунуться вот такая вода здесь здесь вода не минеральная даже вода не минеральная даже вот сказали люди сладкая что так и есть вот это качалка качает соляной раствор с глубины 900 метров и в этом соляном растворе купаются люди в ваннах принимают процедуры лечить различные болезнь сейчас что-то она не работает уже накачала богомол или богомолша а вот дерется дерется стиль богомола такой есть ушу наверно я только что придумал а есть да там был богомол фунфу панде у меня метка какая-то дружочек вот он это не динозавр но все богомол ундоровский ундорах это музей был который вел экскурсию Сергея Ивановича вот мы с ним проходили тоже вот эти там все места вот эту водокачку вот прям на индивидуальную вот по всему проходим мимо санатория имени Ленина вот у К стоит это ундоры курорт или ундоровский курорт вот такое место да такая секретная тропинка идет мимо не очевидная скажем так мимо забора вдоль забора и по ней можно пройти в поселок санаторий имени Ленина тут еще и котельная имени Ленина живая еще еще такая старая как бы и автобус на депо а еще автобус на депо тут короче время остановилось немножко аутентично с 1981 года Керчь по ГОСТу сделана старше меня реально время остановилось молочный цех ульяновский курорт добрый день добрый день добрый день и магазин и магазин поселок санаторий имени Ленина тут еще до сих пор живут люди по-моему как раз поездка сейчас забывает название улицы интересно здесь вот мы идем и предполагаем для чего же нужны вот эти два сооружения какую они функциональную нагрузку несут несли давайте пропустим ну еще варианты самые давайте самые смелые варианты ну это не реклама нет не реклама потому что это другое может вы никогда не далекаете и там на плясах наверно правильно как сигнальный что-то это не попал правильно вот вопрос чего вот вопрос чего что у нас здесь рядом аэропорт или порт порт или аэропорт мы сейчас идем куда там порт по Волге у нас что плавает это для навигации судов да если это видно то да пошли 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 и так знак говорит о том что рыбалка запрещена охранная зона ловли рыбы смертельно опасно даже написано здесь рыбалка запрещена охранная зона ЛЭП находимся мы в селе Городище с видом на Волгу село стоит поднялись на вершину оврага так вот такие прекрасные пейзажи выкрываются вот что значит не было экскурсии в музее говоришь Белемнид а? что? что это? да овраг да да так значит подходим мы к оборонительным валам древнего булгарского городища вот и видим тут функционный стенд геопарк Ундория называется функционный стенд и вот археологические находки находки в Улгарии вот вот так выглядело городище якобы да вот здесь жили вот здесь городище находилось вот идет этот оборонительный вал очень интересный и оно идет видите огромный вон чуть ли не до леса а может как раз до леса и идет а с той стороны где вал с другой тоже вал где-то стороны должен быть нет? мне кажется да вот можно по нему пройтись проследить непонятно он наверное туда далеко идет или близко какой у него размер вот в ту сторону без понятия очень интересно через какое-то пространство ров идет и вот этот вот вал оборонительный вот это же самое причем за ним скорее всего следят видите леса нет деревьев особо нет чистят его короче следят ну вот вот здесь что если вот будет валу расти вот типа вот как эти деревья видишь кстати его то а он пропадет просто и все и все и все и все и все так ну вот здесь и можно нам пообедать как раз у нас есть тут сидушки мудушки здравствуйте здравствуйте разрез городище да вот у вот он памятник природы Значит мы спускаемся к Городичинскому разрезу. К эталону юрского периода, сейчас походим, вот сегодня видимость 40 километров другого берега. Вот такой спуск, все прям охают. Нет, нельзя. Видите Юль как смело влезет. А там есть какие-нибудь эти, что мы в музее видели? Вы сейчас посмотрите, как образовывалось море здесь. Ты же спрашивал? Да. Вот там видно слои, как оно образовывалось. А где там слои видно? Там по периодам, это эталон юрского периода. А где там это видно? Вот сейчас Юля куда спустится? Я отсюда их не увижу что ли? Нет, вот оттуда их видно. Вот этот склон. А, слои хотели смотреть? Да. Тогда иди. Все, Лиман. Давай. Так, ну что, лезу я вниз по лестнице. Городичинскому разрезу. Вот такой здесь путь. Шикарный. Так что, писаешь. Ну а writers. Товарищи. 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 У. Ага. Так что, папа, помню. Попали под ливень, стоим в лесу. И все тут льет. Гулять не дает. Да. Все. Дальше идти. Как пойдем, не знаю. Ну, под дождем пойдем. Из леса вышли и... Тут вообще ни дождя, ничего. Да. Я думаю, что... Я думаю, что смотри, такие моменты, что... В моменты разбили человека на основе... ...поставление... ...кортили... ...поставление... ...обратно... ...поставление... ...откатывать... ...внутрь стрелера... ...и не попытки... Гони, гони! Да. А я тоже не спрашиваю... ...от того, что... ...какие события впечатляющиеся... ...очевидно... ...соторый полонокроводом... ...как он их проникал... ...поставление... ...в рамках опять же... ...поставление... ...поставление... ...kiego. ...быстроил... ...бальнулся... ...яheaded... ...поставление... ...вченесты Jingles, 15-25 млн... ...они летальниласти... ...факт это... ...вченесты... ...каккаккаккаккак... ...и выходит дождаться... ...там?! ... какие они... ...поставление... Нет, все, вот пробираемся через грязюку. Дождь прошел. Готов воздух, чувствуете совершенно? Да все, тут не только воздух. Да все, тут не только воздух. Это дым что ли? Туман? Тут переход лужи. Ну, они все равно глядятся. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Вот, 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 вот. Частично. Болото залив Куда погнали? По склонам херачите? Это маврага Сейчас здесь такие Август здесь прям джунгли такие Конкретные Сыро дождь прошел Самые джунгли сейчас Ну все Закончился поход Ну что лундеры Уезжаем Классное место Фирменный магазин Лолжанка Что-то там переключи Юль Переключи Продолжение следует На обратном пути Заехали Женский монастырь Комаровки Такое место Интересное Подходим К стенду С фотографиями О монастыре И тут Информация О людях Этого монастыря С красивыми видами И пошла история Храма Архангела Михаила 1994 Вот он такой был В 1994 году Спустя Заброшенный 30 лет Вот сейчас вы увидите Какой он стал Вот они начали Восстанавливать А вот уже это 1995 год Видите уже Восстановили Юль Фотографии здесь Конечно Вообще Черно-белые Фотографии Фото Владимира Ламзина Владимир Ламзин Это кто? Надо посмотреть Что это? Вон Валют Водя Устанавливает Водя Ты Водя И Водя Водя Он а это вот только в 2008 году начали реконструкцию а это вот это в 2011 но вот здесь уже вот он установлен здравствуйте барышня вот старая кладка монастыря церкви в монастыре а колокольня новая теперь храм во имя архангела михаила и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...